Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин прошел долгий путь от рядового сотрудника отдела переводов МИД СССР до заместителя министра иностранных дел России и постпреда при ООН. Всю свою жизнь Виталий Чуркин посвятил защите интересов России на внешнеполитической арене. Скоропостижный уход из жизни Виталия Чуркина – это большая утрата не только для российской дипломатии, но и для всей мировой дипломатии. Виталий Иванович был политиком с большой буквы, дипломатом, человеком, который отстаивал позиции России с высокой трибуны ООН. Человек большой души, большой друг Абхазии. И весть о его кончине, конечно, очень тяжело отразилось в сердцах абхазского народа, людей, которые знали его. Большая потеря, большая утрата для нас. В связи с кончиной Виталия Чуркина, министр иностранных дел Абхазии Даурковы, направил ноту соболезнования своему российскому коллеге Сергею Лаврову. Абхазия хорошо помнит, как российский дипломат Виталий Чуркин в совбезе ООН отстаивал интересы абхазского народа. Какую принципиальную позицию он занял 8 августа 2008 года. В свое время, когда были события в Южной Осетии, были события в Абхазии, всегда отстаивал интересы, доносил до мирового сообщества позиции Абхазии, позиции Южной Осетии. И эти события, конечно, навсегда останутся в наших сердцах, в нашей памяти. Мы глубоко скорбим и передаем слова сочувствия всему народу России и родным и близким Виталию Ивановичу. Выступления Чуркина в ООН были всегда лаконичные и яркие. Он, как актер, моментально мог выдать шутку, остро ответить оппонентам. Не все знали, что в детстве он действительно снимался в кино. В 11 лет Виталий Чуркин снялся в своем первом фильме «Синяя тетрадь» Льва Кулиджава о Ленине, в котором сыграл сына хозяина шалаша в разливе. Через год была картина о врачах скорой помощи 03. В ней он сыграл Эдди, сына Ольги. А еще через год «Сердце матери» Марка Донского. Снова картина о Ленине. Может быть, и пошла бы его судьба по актерской тропе, если бы не школа. Впрочем, навыки, полученные на съемках, вероятно, помогли Чуркину раскованно чувствовать себя под прицелами камер тележурналистов и даже на трибуне ООН. Именно на должности постпреда России в ООН Виталий Чуркин стал не просто известен широкой публике, а приобрел почти народную славу. Сердца миллионов россиян во многом благодаря Виталию Чуркину испытали полузабытую гордость за силу Отечества, в том числе и за силу слова. Редкий оппонент мог избежать яркого и едкого ответа со стороны российского дипломата. Словесные баталии, в которых принимал участие Виталий Чуркин, были весьма убедительны. В Абхазии никогда не забудут Виталия Ивановича. Его яркие и смелые выступления с высокой трибуны ООН. Чуркин войдет в историю мировой дипломатии как один из ее наиболее ярких и талантливых представителей. 21 февраля Виталию Ивановичу Чуркину исполнилось бы 65 лет.